Здравствуйте! В эфире программа «Здоровом теле и здоровом духе». Меня зовут Ольга Агаркова. Вместе с вами мы составим Астраханскую карту здоровья. Так называется наша передача. В путешествии по Астраханской области будем узнавать, где и каким спортом можно заняться самим, в какую секцию отдать ребенка, а также как сохранить физическое и, что немаловажно, психологическое здоровье. Здесь, на карте Астраханской области, мы будем отмечать, где побывала наша съемочная группа. Это рубрика «Карта спорта». Наша цель – выяснить, какие виды спорта развиты в районах области, куда можно отдать детей и что из этого получится. Сегодня начнем с областного центра. Мы хотим выяснить, какой вид спорта номер один в Астрахани. Вечная для нашего города дуэль футбола и гандбола. Две игры вообще очень хорошие, но футбол, больше за футбол болеет. Мне больше нравится гандбол из-за того, что мои друзья играют в гандбол, я болею за них. Футбол, конечно. Игра более интереснее, чем гандбол. Там не очень интересно. Футбол, все болеют более за него, мне кажется. В Астрахани много людей занимаются гандболом. Приходишь к ним, болеешь. Мне кажется, наоборот, гандбол интереснее, потому что живая игра, ты видишь. Это не по телевизору нигде, а вот именно в живую. Футбол. Почему? Ну не знаю, больше нравится, сам играл. Футбол. Почему? Ну не знаю, очень давно занимаюсь сам, вообще увлекаюсь футболом. Болею за наших. Самый массовый, самый популярный, самый больше собирающих болельщиков. Ну и самый интересный и любимый, по-моему. Его величество – футбол. Журналисты и фанаты называют его спортом номер один в мире. Регулярно играет футбол более 240 миллионов человек. Это примерно каждый 25-й житель Земли. Единовременно функционирует полтора миллиона команд и 300 тысяч клубов. А начинается все с обычных дворовых мальчишеских игр. Тренеры, которые работают с детьми, традиционно ищут молодые таланты именно здесь, на площадках в обычных спальных районах. Я начала заниматься, ну как бы играл во дворе, мне это очень нравилось. И знал знаменитых футболистов и хотел стать такими же, как они. И начал заниматься здесь. Это команда ребят 99-го года рождения. Тренировки проходят ежедневно на футбольном поле Центрального стадиона Астрахани. Эти мальчишки занимаются спортом уже несколько лет. Самое сложное сейчас – совмещать школу и спорт. Они учатся все вместе. На базе гимназии номер один был сформирован спортивный класс, в котором учатся 27 футболистов. Мы поговорили с несколькими ребятами, у всех разные кумиры, разные истории, но у всех одна мечта – ни много ни мало. Стать великим футболистом, чтобы мое имя звучало во всех журналах. Я хочу стать великим футболистом, чтобы меня запомнить. Чтобы ребенок добился высот именно в профессиональном спорте, отдавать секцию футбола его нужно лет в 6-7. Так говорят тренеры. В этом случае малыши с малых лет привыкают к физическим нагрузкам, понимают и осваивают игровую технику. Но помните, начать заниматься спортом и футболом, в частности, никогда не поздно. Польза для здоровья колоссальная. Футбол, чем он хорош, что здесь все качества необходимы. И быстрота, и ловкость, и выносливость, и скоростно-силовые качества, и физические данные. Сейчас футбол, посмотрите, все команды мастеров лучше очень крупные, сильные, физически мощные играют ребята. Ну и самое главное, чтобы он любил, мотивацию, хотел, жил. Потому что он футбол не только профессиональных футболистов воспитывает, это от улицы отвлекает. Мы решаем социальную задачу, мы решаем оздоровление. Они у нас на природе, зимой нет закаляемых. Закаляют и оздоравливают не только городских детей. Футбол развит и в районах Астраханской области. Свои футбольные команды есть почти во всех крупных селах и городах региона. Володаровка, конечно, сейчас очень здорово, благодаря. Потом Лиман развивается. Сейчас Началова начали усиленно развивать футбол. Мужка вот Ахтубин, Знамец, там все время у нас в центре маленькие футболы. В командах Центра подготовки футболистов играют молодые спортсмены со всей области. Тренеры ищут лучших на областных турнирах. Так что главное начать заниматься спортом. Проявить себя как перспективного игрока и попасть в хорошую команду, есть шанс у каждого мальчишки, вне зависимости от места жительства. Я лучших ребят с области уже кожаный мяч, заранее соревнования отсматривал. Здесь есть ребята из Камазяка, из Володаровки, из Началова, из Хошелутова, из Лимана. Вот пять лучших областных по-разному. Кто-то с родителями переехал, кто-то у родственников живет, кто-то просто снимают. По словам специалистов, в Астраханском регионе прекрасные для футбола климатические условия. Продолжительный теплый сезон позволяет тренироваться на свежем воздухе большую часть года. Этим дворовые мальчишки и занимаются. Увидеть же, что во дворе бегают с гандбольным мячом, большая редкость. Тем не менее, гандбол едва ли не самый известный в Астрахани вид спорта. Тренировка гандбольного клуба «Заря Каспия». Уже вторая за день. Играют друг с другом, но счет все равно ведется. Соревновательный момент – главный спортивный принцип. И здесь, на тренировке, даже среди своих, его никто не отменял. Мы пришли на тренировку гандболистам за день до их отъезда в Чехов. Знаменитые чеховские «Медведи», только не те непобедимые, а вторая подмосковная команда, играют с нашим клубом на последнем этапе чемпионата России. Играют за пятое-шеестое место. На предварительном этапе «Заря Каспия» оба матча со второй чеховской командой выиграла. Причем с солидным преимуществом. Но финальный этап непредварительный, и в плей-офф неожиданности порой случаются. Гандбол неофициально считается спортом номер один в регионе. Почему? Потому что мы привыкли к победам нашим гандболистов, одно время даже начали привыкать и к их олимпийским медалям. Кузница спортивных звезд – наша собственная мужская команда. Гандбольный клуб «Заря Каспия» был основан в далеком 78-м году. Особую роль в его создании сыграл Владимир Александрович Гладченко. Именно тогда астраханская команда вышла в первую лигу страны и получила статус профессиональный. Сегодня клуб – многократный призер чемпионата страны. Мы были чемпионами в 1990-м году, вице-чемпионами становились 10 раз, последний – в 2008-м. Пока это достижение четырехлетней давности лучшее, чего удалось достичь за последнее время в Суперлиге чемпионата России. В этом сезоне болельщиков порадовать снова не получится. Плей-офф проиграли еще на четвертьфинальной стадии. Это не то, на что мы рассчитывали, абсолютно, абсолютно не то, потому что все-таки в четверку, в первую мы рассчитывали в этом сезоне войти. Изначально я скажу, что мы провалили декабрьскую, да, такую сессию гандбольную. Мы проиграли необязательные Таганрогу, мы проиграли Ставрополью. Мы не взяли здесь свое, скажем, очко у Волгограда и так далее. Сохранить текущий состав команды, укрепить основной костяк молодыми игроками второго состава и продолжать тренировки. По мнению тренера, только так можно улучшить результаты клуба в чемпионате. Спрос у спортсмена в связи с этим становится еще больше. Изматывающие тренировки несколько раз в день, специальный рацион питания и сон по расписанию. Даже понятие «выходной день» для спортсмена имеет несколько отличное от общепринятого значение. То есть выходной – это просто в этот день нет тренировок, да, а график и режим, он есть определенный, соответствующий именно выходному дню. Они все понимают, у них все прописано в контрактах. Да, то есть каждый как бы шаг они свой понимают. Я намек вопроса есть, понятен, да, мне? Но они прекрасно понимают, за что, чем они отвечают. Дмитрий Слащев, капитан команды «Заря Каспия», мастер спорта международного класса. В клубе играет с 93-го года, самый опытный игрок в команде. Титулов у него тоже больше, чем у одноклубников. Говорит, это магия числа 9. Номер, да, значит, значит многое. Для меня лично, это значит практически, я не знаю, как я когда начинал, когда вот просил этот номер, это номер был Льва Воронина. Вот, и когда Воронин уехал в Германию, вот, я забирал этот номер и был очень рад тому, что он достался мне. Вот, и я вот даже думаю, что, может быть, благодаря ему вот у меня вот так все сложилось. В следующем сезоне Дмитрий играть продолжит. Скорее всего, это будет последний чемпионат России в его карьере гонболиста. На смену старому поколению приходят новые лица, что приятно – астраханцы. В этом году команда «Авиатор» дубль «Заря Каспия» стала чемпионом России среди вторых составов команд Суперлиги. Уже сегодня лучших игроков младшей команды главный тренер начинает привлекать к официальным играм Суперлиги. Конечно, я стремился к этому, чтобы попасть в Суперлигу. Все к этому стремятся, мне кажется, в дальнейшем, чтобы попасть в старшие составы команды и добиться того, чего с детства хотят. Сейчас мечта Димы вполне может сбыться. В конце сезона, когда основные игроки порядком измотаны, некоторые из них травмированы, есть шанс показать себя в последних матчах чемпионата. Вообще, травма – явление для профессионального спорта распространенное. Врач команды Игорь Ткачев без работы, к сожалению, не остается никогда. Травмированных, можно сказать, 3-4 человека, ну так, они как, мелкие травмы. У нас будет сейчас оперироваться два человека. Пока сейчас говорить не будем, кто там что. Два человека будут оперироваться. Остальные травмы, которые быстро залечиваются, они всегда в этой травме бывают. Внутреннее, что внутри коллектива творится, народу как бы не видно. Трудности его, да, там, все эти травмы, люди на уколах и так. Ну, я могу сказать, что у нас, вон Андрей Демченков бегает, он практически без остановок сыграл, ни одной игры не пропустил, да, хотя ему ломали ребра, да, в игре с первой. Парень игрался с сломанными ребрами, ну, это один пример. И таких примеров много, опять же, к сожалению. При этом ни игроки, ни тренерский состав никогда не оправдывают свои поражения травмами игроков или другими проблемами внутри команды. Это не соответствует спортивной чести и спортивным принципам. Но болельщики по-прежнему хотят побед. Чем больше поражений, тем меньше любовь зрителя. Любви до ненависти – один шаг. Поэтому сложно и в этом плане. Нужно постоянно держать свою планку, если ты хочешь быть спортом номер один, если ты хочешь, чтобы зритель тебя любил. При этом фанатская любовь к астраханским гонболистам меньше не становится. Свой фан-клуб у Зарикаспи существует уже много лет. Ребята болеют за Каспийцев искренне, а девчата относятся к гонболистам совсем по-девчачьи. Мы очень хороши в дружеских отношениях, но есть любовь, конечно. Нам раздают манишки, и каждая девочка бежит за манишкой номера именно игрока. Поэтому бывает и такое. Гонболом занимаются и девчонки. В спортивных школах города ежегодно собираются новые группы девочек. В первую очередь ребенок должен быть подвижный и с характером. По крайней мере, я таких стараюсь у себя держать. Ну, естественно, если девочка обладает ростом выше, чем ее сверстники на данный момент, то это уже считается как бы, да. Нужно попробовать этот наш вид спорта. Ван-бол берут примерно с 7-8 лет. Есть, скажем так, звездочки, которые приходят поздно, и у них вполне хватает, скажем так, физики и головы для того, чтобы наверстать все то, что уже другие, скажем так, учились долгие годы, чему учились долгие годы. Особенно любят левшей. Оно и понятно, неудобный для вратаря бомбардир – одно из преимуществ для команды. Здесь среди этих юных спортсменок воспитывают будущих игроков Астраханочки. Конечно, уже видно, кто пошустрее, кто на что способен. Ну и, во-вторых, как бы у нас дети, у меня лично тренируются дети наших замечательных гонболистов. Это Алексея Кайнарова, Шишкарева племянница тренируется. То есть сразу видно уже, что семьи спортивные, и поэтому они выделяются на остальном фоне девчонок. Вот остальные уже за ними тянутся, подтягиваются, и как бы надеюсь, что будет у нас коллектив очень сильный в дальнейшем. Как ни парадоксально, любят этот спорт и футболисты. Гонбол – тоже очень хороший вид спорта. Ну, что я могу сказать против гонбола. Я люблю, хожу тоже за них, болею. Ответить на вопрос, какой вид спорта – футбол или гонбол – астраханцы любят больше, мы так и не смогли. Одно ясно – астраханские ребята могут выбрать сами, что им нравится больше, и прийти заниматься спортом. Следующая информация для тех, кто хочет начать спортивную коллективную. Продолжение следует...